Добрый вечер! Можно похлопать немножечко? Спасибо большое! У меня большая просьба будет, есть несколько правил у нас и просьб, соответственно, чтобы наш сегодняшний вечер прошел максимально продуктивным. Первое, мобильные устройства, пожалуйста, поставьте в режим, достаньте их, пожалуйста, кого они есть еще? Есть такие товарищи? Достаньте их, пожалуйста, в режим вибрации, авиарежим, чтобы нам это не мешало, не отвлекало и так далее. Договорились? Без телефона можно там жить часом, я полагаю. Есть момент. Вторая просьба – быть живыми. Тут будет не скучная лекция, связанная с университетом. Здесь с вами спикер будет работать, какие-то вопросы можно задавать. Как-то просьба быть в живом общении, чтобы это проходило для вас полезно. Договорились? Ну и, конечно, просьба не переговариваться, потому что уже понятно, что люди взрослые, у нас культурная столица и как-то, ну понятно, что нам здесь очень много. То есть, хотя бы каждый хоть немного спросит, что принесло и так далее. Это будет как бы картинка смазанная. Вы просто будете отвлекать людей, которые с вами рядом сидят. То есть, никак не человек, который стоит на сцене. Ну и, собственно, я уже готов представить спикера, который будет с вами сегодня работать. Речь сегодня пойдет о цифрах вообще, кому деньги интересны. Есть такие люди? Вот сегодня об этом пойдет речь очень довольно глубоко. Я знаю, что человек, который будет с вами сегодня этим делиться, он не просто их знает, он их прожил уже в какой-то степени. Это, наверное, более ценно, потому что практика, она гораздо сильнее теории. Человек, который сегодня меня поражает своим упорством, своим таким здравым желанием разбираться в вопросе до момента, пока он профессионалом настоящий не станет. То есть, такой прямо источник, ну такой первый источник, который всегда вот, ты к которому можешь обратиться, и у тебя будет полная картинка происходящего полноценная. Человек, который сегодня признан компанией и не раз обладатель неоднократных турфондов, человек, который был признан за конкурс презентации, за который получал тоже различные награды, там от 3 до 50 тысяч долларов. И сегодня это человек, который развивает команду в разных странах, в том числе России и Беларуси, ну а какие остальные он поделится сам, уверен, что там будет продуктивно все еще сегодня. Под ваши бурные аплодисменты я приглашаю сюда бизнес-тренера команды Альфа, консультанта международного уровня, дистрибьютор 8 звезд, с почетным званием Серебряный Лев Георгий Константинов. Спасибо, Тимур, я к вам сюда выйду и спущусь к народу. Всем привет, рад приветствовать. Хотел бы сразу для начала спросить, кто впервые на лекции «Маркетинг план», чтобы я понимал, с кем по цифрам больше вам уделять как-то, наверное, внимание. Потому что в любом случае, так или иначе, мы когда-то приходим на лекцию «Маркетинг план» и ее понимаем либо не понимаем. Вообще я вот сам инженер по образованию, поэтому мне цифры очень сильно вообще понравились и запомнились. А вот если вспоминать тот период, когда я проходил такое же обучение, как и вы, то меня очень сильно зацепила вот эта идея того, что ты можешь расти по статусной лестнице, зарабатывать деньги, помогая другим людям, выводя их на такой же статус, как и ты. И я когда вот эту идею уловил, она мне очень понравилась. Потом я еще понял вообще, в принципе, цифры, что они хорошие, что действительно платится хороший процент в нашем бизнесе с оборота, что действительно есть условия достаточно лояльные, то есть тебе не нужно бегать и бесконечно продавать продукт, поддерживая ежемесячные какие-то объемы большие. То, с чем люди сталкиваются, может быть, в каких-то других проектах либо в своем бизнесе, этого всего в нашем бизнесе нет, в нашем бизнесе есть другие достоинства, есть другие преимущества и он лишен вот этих недостатков. И об этом мы сегодня и будем говорить, поэтому запишите тему «Маркетинг план», кто еще не записал. Мы с вами будем разбираться, что же такое «Маркетинг план». Ну, либо «План выплат», можно по-разному говорить, «Финансовый план», «Маркетинг план» по-разному. Итак, «Маркетинг план» компании Тинши состоит из двух частей. Так называемая акционная часть, часть А, и часть Б, базовая часть, мы ее так для себя называем. Значит, это такие две стратегии, в принципе, развития. Если вы пришли зарабатывать, строя сеть, то вам нужно уделить именно внимание части Б. Кто пришел вообще за пассивным доходом и зарабатывать, строя структуру? Кто? Понятно. Кто увидел кружочки для себя на встрече, вот когда нарисовали, вы эту идею поняли, что 5, 25, 125 – вот это вот интересная идея. Вы поняли это, да? Ведь, что там на самом деле есть большие деньги. То есть деньги не в продажах личных, не в еще каких-то таких вещах, а именно в построении сети, в количестве людей. Когда у тебя большая сеть и много людей, где каждый делает по чуть-чуть, это формирует пассивный доход. Кто вот эту идею понял, реально понял ее, прочувствовал и захотел кружочки себе? Кто захотел кружочки как можно больше? Вот я был таким человеком, знаете, моя реакция была какая, когда я пришел на встречу. Я, значит, все посмотрел, послушал, мне нарисовали то же самое, вот эти все вещи. Я вышел и думаю, я себе хочу как можно больше кружочков. Смотрю на людей вокруг, они так мысленно превращают их в кружочки. Знаете, мама, например, ведет детей, ты думаешь, большой кружочек ведет, маленьких там несколько кружочков. То есть сразу ты думаешь, это же поколение, это потом вот оно друг под другом появляется. Вот. Но есть часть А, это часть достаточно выгодная для тех людей, кто хочет там продвигать продукт или как-то вот с ним работать. Ну давайте немножко подробнее про него тоже поговорим. Первый вид вознаграждения, записывайте. Первый вид вознаграждения в части А, это вознаграждение за привлечение. Что такое вознаграждение за привлечение, как его получить? Ну вот, чтобы стартовать часть А, вам нужно приобрести набор продукцию на определенную сумму. Либо на бронзовую карту это 100 единиц объема, либо на серебряную 200 единиц объема, золотую 400 единиц объема и платиновая 800 единиц объема. Либо второй вариант сделать платиновую, это сделать золотую и двоих человек привлечь на золотую карту. То есть речь идет о картах, но на самом деле это набор продукции на эту сумму. Поняли, да идея? И вот смотрите, что такое вознаграждение за привлечение. У вас есть карта, вы пригласили человека, он тоже купил продукт на какую-то сумму, приобретя себе карту. И вы с вот этой суммы зарабатываете свой процент. Какой процент вы в таблице видите? То есть тоже себе зафиксируйте в зависимости от карты. 10, 12, 15 или 20 процентов за привлечение. Вот. Еще раз повторяю, это только с вот этого объема, именно вот этой карты, которую приобрел ваш человек. Эта идея ясна? Всем? Вот, например, у тебя там платиновая карта 800. Вот есть человек, да? Он тоже приобрел платину. Ты получаешь с этого 20 процентов. 800 на 20. Все помнят, сколько будет? 20 процентов. Да. Ну, написано 160. Это пока написано. Потом же я буду вопросы задавать, когда уже не будет написано. Вот. Ну, 400, соответственно, 80. Правильно? Вот. Я думаю, всем ясно. И тут есть такой интересный еще принцип. Принцип назначенного позиционирования. Что это такое? Это когда вы можете человека, которого привлекаете лично, подключить не в первую себе линию, а в глубину, под своего человека. Для чего вы сейчас узнаете? Это для второго вида вознаграждения. Вознаграждение за развитие. Итак, записываем второй вид вознаграждения. Вознаграждение за развитие. Это вознаграждение в размере от 8 до 12 процентов, в зависимости от того, какая карта, в зависимости от того, как сравнились объемы. Принцип сравнения есть. Здесь есть еще ограничения по еженедельному доходу, в зависимости от вашей карты. 800, 600, 3000 или 5000 условных единиц можно получить за неделю. С парой сравнения. Вот. Ну и здесь есть еще, да, вот этот момент скидка на розничную продукцию, которая делается путем вычитания BV. Ну и там тоже она записана. Запишите это. Потом, если вы хотите узнать об этих вещах подробнее, вам интересна вот такая стратегия развития, то вы с наставниками можете обсудить. Вознаграждение за развитие выплачивается каким образом? Что является базой для начисления? Базой для начисления является количество карт, приобретенных в ветке. Вот, например, есть ветка A и есть ветка B. В одной на 10 тысяч люди сделали обороты, в другой на 4 тысячи. Объемы сравниваются. Совпавшие объемы являются основой для расчета. Вот, например, да, 10 тысяч и 4 тысячи. То есть, на самом деле, здесь с 4 тысяч, вот здесь, да, с 4 тысяч 11% будет, так как у вас платиновая карта. Понятна эта идея? А что происходит с остальными, которые не сравнились? Они сравниваются со следующим. Вот совпало 2 тысячи, следующая пара сравнений дает вот это вознаграждение. Опять же, тут в чем, да, есть моменты такие интересные. В том, что когда вы, например, привлекли человека и назначили его не в первую линию себе, а под кого-то, вы можете таким образом балансировать и сравнивать с себя объем. Вот. Ну, максимально, сколько вы можете получить в сети с работы своих людей за карты, это максимально составляет фактически 5,5%. То есть, потому что ты максимум можешь с совпавшим объемом, например, 1, 10 тысяч и 2, 10 тысяч. Суммарно ты сделал сколько? 1, 10 и 2, 10. 20. Но базой для начисления вознаграждения будет 10, потому что совпадет 10. Из 10 ты получишь 11%. То есть, фактически, со всего объема сколько? 5,5, друзья. Вот. Это должно быть сразу всем понятно, да. Ну и последний момент, да, вознаграждение за обучение – это вознаграждение с вознаграждения ваших людей. Вот. Вот эта стратегия, на самом деле, она, я еще раз повторяю, интересна и подходит очень тем людям, кто собирается заниматься продуктом, его продвижением. Почему? Потому что здесь есть дополнительные там скидки на продукт и так далее, вот. Но если ты хочешь зарабатывать больше сети, то это, конечно, часть B. И запишите себе, как распределяется вознаграждение в части B. Итак, 41,5% уходит на вознаграждение сетевое. Сетевое вознаграждение. 7% – это вознаграждение за руководство. Что это за вознаграждение, мы с вами узнаем. Вознаграждение за почетные звания – 4% с оборотом. Подарки – 2%. Особое вознаграждение – 1%. И остальные 44,5% уходят в компании – это себестоимость. То есть, вот, например, как зовут? Никита. Вот, допустим, пришел Никита, заключил соглашение дистрибьюторское, и у тебя появился какой-нибудь человек. К примеру. И он сделал оборот – 100 единиц, 100 баллов. Для тех, кто не понимает, что такое баллы и зачем они нужны, у нас тоже будет отдельная часть. Вот сколько из этих 100 баллов кто получит? Как распределяться эти деньги? Кто-то купил, да, кому сколько уйдет на вознаграждение, сколько заберет себе компания. Очень просто. 55,5% распределятся между тобой, наставниками и так далее. 55,5% уйдет по маркетинг-плану. И как мы сейчас поймем, и как, самое главное, тебе, Никита, все 55,5 забрать? Это же нам интересно в итоге. Кому вот это интересно? Как все 55,5? Вот для этого надо знать маркетинг-план. Как правильно пройти по всем статусу. И 44,5% заберет себе компания. Идея ясна? Окей. Ну, давайте тогда писать. Первая часть, первый статус, первая часть нашей статусной лестницы. Это статус трех звезд. Что такое три звезды? Почему звезды? Потому что, естественно, мы занимаемся с вами не работой в найме, в какой-то госкорпорации или в частной корпорации. Мы с вами являемся дистрибьюторами независимыми. То есть, мы занимаемся бизнесом. Но у нас есть статусная лестница. То есть, кто-то как-то отличается. Вот, например, чем я отличаюсь от Никиты? И Никита, не знаю, есть у тебя соглашение или нет, но, допустим, есть. Мы предположим, что есть. Тогда ты три звезды, и ты независимый дистрибьютор компании Тинши. И я, Георгий Константинов, я тоже независимый дистрибьютор компании Тинши. То есть, наша как бы должность, она одинаковая. Вот, потому что у нас вообще нету понятия вот этих должностей, да. Но есть отличия между дистрибьюторами. Я серебряный лев, имею статус серебряного лева. Это значит, что, ну, определенную работу я выполнил. Да. Это тоже неплохо. Никита говорит, что он серебряный червь, хоть серебряный олень. В принципе, это без разницы. Главное, чтобы деньги платили, правильно? Не хочешь, да? А львом? Уже поинтереснее, лучше, чем оленя. Вот. Но что это такое? Ну, это тоже достаточно такие условные вещи. Мы про это поговорим. Вот. В общем, звезды, ребята, определяют ваш процент. Прямой. И звезды нужны для того, чтобы отличались люди по статусам. И было понятно, как бы, кто сколько работы сделал. Какое-то отличие, чтобы было. Вы записали вот эти вещи? Никита, ты записал? Что нужно, чтобы тебе получить три звезды? Стартовый набор дистрибьютора. Приобрести. Стартовый набор дистрибьютора стоит 10 PV. Что такое PV? Сразу стоит вопрос. Запишите себе. PV. Пишется это и расшифровывается, точнее, как Point Volume. Ну, и английский нам подскажет, что Point Volume – это что? Как переводится? Единица объема. Правильно. Единица объема. Для чего нужны вот эти Point Volume? Для чего нужны эти единицы объема? Для того, чтобы учитывать товарооборот и рост вашего статуса, даже в том случае, если объем делается в разных странах. Почему нельзя учитывать в русских рублях, например? Ну, вот непонятно. Мне, чтобы закрыть следующий статус, нужно сделать 200 PV. 200 баллов. Например, это было бы 11900 рублей российских, 11800 российских рублей. А представим, что кто-то у меня в моей сети приобрел продукт в Беларуси, а кто-то приобрел в Китае, а кто-то в Монголии. И вот как вот понять, сколько сделали, учитывая, что может быть даже цена на один и тот же продукт разная. И поэтому нужно, конечно, учитывать некая единая единица внутри компании. И в ней измерять стоимость продукции, а уже на месте переводить это в местные валюты и в местные стоимости. Идея ясна? Вот. Тогда будет единство между нами всеми. И понятно, кто сколько работы сделал. Вот. Понятно, сколько видов, какое количество продукции реализовано у кого в сети. Сколько. Вот. Ну и, соответственно, что вы получаете? 20% скидку вы получаете наставника и вы получаете один номер в компании. И, соответственно, интернет-бэк-офис, тоже запишите себе его. Кстати, есть две версии, есть iDimp и запишите под ним есть еще Dimp просто. idimp.tns.com и есть dimptns.com. Две разные. iDimp это более такая, ну, для мобильных платформ лучше подходит. Dimp для компьютера удобнее, в принципе, с компьютера можно смотреть. Вот. То есть, есть две таких версии. И, соответственно, вы можете посмотреть, кто под кем подписан, сколько у вас людей в сети, какой товарооборот вы сделали, сколько вы заработали. Все это там видно, там есть много разделов и, соответственно, ты смотришь вознаграждение, оборот сети и так далее. Это мы все получаем с контрактом. Соответственно, вот 10 единиц объема стоит контракт и любое наименование продукции вы себе приобретаете. Почему нужно приобретать любое наименование продукции? В принципе, у компании таких требований нет, это требования у нас, дистрибьюторов. Мы не заключаем соглашения с людьми, которые не пользуются продуктом. Кто считает, что это справедливо? То есть, Никит, ты считаешь, что справедливо или нет? Да, потом, потом. Поднимай руку, если считаешь, либо если не считаешь, то поговорим. То есть, в чем идея? Смотрите, фактически это дисконтная карта. Кто-нибудь когда-нибудь покупал дисконтную карту в магазине? Поднимите руки. Кто покупал? Покупали. А кто-нибудь покупал дисконтную карту и больше никогда не покупал в этом магазине ничего? Только дисконтную карту. есть такие люди чисто дисконтную карту купил и ушел вот это логичная ситуация большинство людей так не делает это странно то же самое в компании тиньши если ты приобрел дисконтную карту значит и пользуешься продуктом если не пользуешься продуктом не заключая соглашение купить через дистрибьютора он тебе предоставит продукт замечательным образом тебе этот номер не нужен тебе не нужно копить баллы какие-то проценты и так далее строить л логика вот знаете этот анекдот про чукчу на чукча поехал в москву вернулся а чуча значит да поехал в москву вот точно он поехал в москву и с другом общается говорит слушай хочу какую-то новую науку выучить он говорит ну например логика есть такая он логика ну как бы говорит тебе объяснить но это вот тут это взаимосвязи вот например смотри представим что у меня дома есть аквариум если есть аквариум значит кто-то кормит рыбок логично ширит логично если кто-то кормит рыбок начиная это делаешь не ты значит дети логично логично если дети значит я и жена ну либо была логично логично если жена значит и не гей логично логично чукча приезжает обратно его спрашивают как дела он говорит новую науку выучил что за наука логика ну и как это работает он у тебя есть дома аквариум ему говорят нет значит и гей все в принципе просто это логика то есть в нашем маркетинг плане все гораздо более логично чем у чукчи на самом деле следующий статус 4 звезды 4 звезды это старт бизнесе записывайте что это старт почему потому что в этот момент вы начинаете зарабатывать построение сети из привлечения клиентов с продвижением продукта вас появляется 10 процентов прямого вознаграждения когда вы получаете этот статус когда у вас на личном номере накопилось 200 единиц объема 200 единиц объема то есть это накоплено покупок если в сервисном центре они сделаны на 11800 рублей 1 пи равен 59 рублей сейчас на курс такой вот на 11800 рублей накоплено не за месяц не за 2 не за 3 а за все время когда вы заключили контракт начинаете делать какие-то заказы большинство людей начинают этот бизнес приобретая себе продукции на эту сумму потому что если вы решили открыть какой-то свой бизнес например вот вы кафе решили открыть как вы думаете вы будете что-то приобретать в это кафе л логика то есть логично что скорее всего будете если вы решили например открыть интернет-магазин наверняка у вас будет какой-то продукт правильно для того чтобы оборотный который вы будете отдавать клиентам когда мы начинаем сетевой бизнес у нас нет больших каких-то требований и вообще у компании нет таких требований чтобы вы там именно себе приобретали там продукты именно вы на свои деньги покупали и так далее но есть требования чтоб наличном номере было 200 единиц объема и мы дистрибьюторы говорим что покупай продукта себе на эту сумму почему потому что ты узнаешь то с чем ты работаешь что это тебе дает первое преимущество тебе это дает уверенность когда приходит твой знакомый на встречу например никита например тебя кто пригласил филипп да вот и филиппа может спросить филипп ты меня пригласил говорит что классный бизнес да все хорошо но скажи мне ты-то сам этим пользовался ты-то сам этот продукт видел ты сам его кушал вот спроси его или спрашивал тоже нет ты его спрашивал ну вот он пользовался я но смотрите сам факт это в принципе делают люди может никита не спрашивал но я когда строился меня спрашивали ты вот меня зовешь да ты говоришь классными сам-то это видел сам это пользовался если ты говоришь ну Ну нет, я, нет, но тебе надо, это классно и уверенно. Построишь бизнес, как думаешь? Честно это будет по отношению к другому человеку? Мне очень честно. Это первое преимущество, ты получаешь уверенность. Второе, что ты получаешь, ты получаешь результат. Результат. По здоровью, соответственно, ты можешь о нем рассказывать. Результат, он, когда рассказан другому человеку, он заставляет его тоже принимать решение правильно. Он его не может оставлять равнодушным. Особенно, может быть, если это не один человек, а несколько человек, правильно? Вот, то есть ты уже становишься более таким профессиональным дистрибьютором. Как делал я этот статус? Кто студент сейчас? Есть люди, кто учится еще в университете? Я учился в университете. В университете путей сообщений. Путей сообщений были кто-нибудь там? Может кто-то есть, СПГУПСа, знаете. Механический факультет подъема транспортной и строительной дорожной машиной оборудования. Поступила туда в 2006 году. Как зовут? Вячеслав, ты там учишься? А, какая специальность? КГБ. Это как КГБ, то КП вначале. А что это такое? У нас... У нас, по-моему, не было такого. Это новая, да, какая-то кафедра переименована? У нас сейчас там все переделали. Раньше у нас был механический факультет, теперь транспортные и энергетические системы. А, раньше мосты это были. Я понял. Вот. Ну, вот я там учился, в этом универе, приехал, собственно, из Краснодарского края, там я хорошо закончил школу с золотой медалью и поступил в ПГУПС. Это был последний год, когда можно было поступить еще, используя хорошую медаль по льготным условиям. Я проходил собеседование по физике, прошел, поступил на бюджет, радости было полные штаны. Родители очень сильно, там, мама вообще просто, да, очень сильно гордилась, что все хорошо, все получилось, и как бы сын будет устроен. Ну, вот я когда учился в своем университете, уже к третьему курсу я понимал, что краснота или синева диплома не определяет, сколько ты зарабатываешь денег. И, в принципе, диплом, его качество и вообще его наличие не говорит о том, что ты станешь в этой жизни, ну, действительно, вот, успешным человеком. Диплом тебе гарантирует средний заработок на рынке труда. Кто это понял уже? К третьему курсу точно обучаюсь. Кто это понял? Вы это поняли, правильно? Понял еще поступив. Вот. Средняя зарплата по моей специальности на тот момент, вот, я общался с людьми, которые выпускались, ПТМщики, да, они, как правило, шли куда-то на железную дорогу работать, либо в строительной компании, ну, средняя зарплата на тот момент у них составляла где-то 25-30 тысяч рублей по выпуску. Это 2009-10-е годы, вот эти. Ну, представьте, вот, если ты живешь в Санкт-Петербурге на 30 тысяч, то есть что ты себе можешь позволить? Снять комнату, если ты не из Санкт-Петербурга, например, снять комнату, даже не квартиру, и остальные деньги ты потратишь на еду. Может быть, еще одежду какую-нибудь себе купишь, это максимум. Ну, понятное дело, что мы, как бы, круче, мы не просто обычные студенты какие-то, вот, я-то с золотой медалью, я-то с красным дипломом, у меня по-любому будет лучше, 50 тысяч, да. Но это действительно круто, 50 из тебя, там, ну, даст тебе устроиться как-то по знакомству, но все равно это не те деньги, о которых я мечтал в жизни, совершенно не те деньги. Это первая причина. Вторая причина, почему я стал заниматься этим бизнесом, это ситуация в семье. Отца не было, когда я в девятом классе был, он ушел из жизни, в автокатастрофе его не стало, и меня, мою сестру, мою маму, ну, не то, что содержал, но деньгами помогал дядя, мамин родной брат. У него у самого своя семья, трое детей, жена. И мне было, ну, не очень, как бы, по себе брать вот деньги лишние. Кто был в такой ситуации, тот меня поймет. А Санкт-Петербург, красивый город, хорошие рестораны, красивые машины, я по этому всему делу хожу, и вот в очередной раз, когда мимо тебя проезжает машина красивая, ты думаешь, как же вот мне бы это все бы тоже иметь в своей жизни. Вот, ну, ответа такого у меня, однозначного ответа у меня не было на этот вопрос. И я все время думал, что бы такое делать. Подработки, конечно, всякие студенческие, кто в студенческие годы подрабатывал, грузчиком, там, еще какие-нибудь вещи, фриланс какой-нибудь, репетитором, да, там, задания, может, выполняли для своих одногруппников за деньги. Конечно, мы все это делаем, но это небольшие деньги. Я постоянно думал, где бы заработать. И вот мне мой одногруппник сказал, есть тема, как заработать денег, пойдем послушать одного умного человека. Я пошел, послушал, это был адрес Спаский переулок, дом 14, недалеко от универа, ну вот, на Синой там же. И я думаю, ладно, схожу, послушаю. Кружочки нарисовали, вышел, все, все превратились в кружочки. Думаю, мне надо подписывать людей, я хочу делать этот бизнес. Первая лекция, на которую я пришел, была такая фееричная. То есть пришел я, еще два человека было рядом. На вторую лекцию я пришел, мы вдвоем пришли, то есть один уже исчез. И на третью лекцию в пятницу я пришел один. Сел в зал и был только лектор. То есть вы сразу чувствуете, да, как я масштаб бизнеса увидел, что все люди сюда стремятся. Но на тот момент я подумал, слушайте, конкуренты отсеялись, хорошо. Потом, значит, ребята, мои наставники, они переезжали, один офис как бы перестали снимать, искали более интересный офис, по площади больший. И две недели примерно я не ходил на лекции вообще, потому что некуда было ходить. И потом через две недели я пошел, опять снова, послушал уже систему обучения, маркетинг-план и понял, что надо делать стартовую вот эту квалификацию. То есть я понял, что надо накапливать на номере, тогда надо было 300 баллов сделать. Ну я думаю, ну а как я сделаю? Я студент, у меня денег нет. Своими деньгами, конечно, не буду. Думаю, буду чужими. Стал наставника своего терроризировать, как можно чужими деньгами закрыть квалификацию. Потому что людей я хочу подписывать, но до этого момента, смотрите, пока... Если ты не 4 звезды, то ты подписывай, не подписывай, деньги не заработаешь. Сколько бы люди не делали товарооборота, твой заработок будет равняться 0 в сети. Просто так устроен план выплат. И я думаю, ну чужими деньгами. А как можно сделать? Он говорит, листовки можно поклеить. Я говорю, окей, начал листовки клеить. Кто-нибудь когда-нибудь клеил листовки? Когда ты клеишь первую листовку, у тебя чувство, что сразу весь город так смотрит. Это он. Вот, это тот, кто клеит листовки. Вот, когда ты это делаешь. То есть люди, ты думаешь, что вот сейчас тебя там будут сильно все обращать внимание, осуждать. То вторая ты уже... Да вторую наклеил, думаешь, что сейчас спецназ с веревки спустится, с вертолета. И у тебя... Вот. Наряд за тобой приедет там или еще что-нибудь такое. Но я листовок 100 поклеил. Почему я перестал их клеить? Потому что у меня была стратегическая ошибка. Я клеил на клей ПВА. Наклейка ПВА нельзя клеить. Листовки особенно в ветер, особенно в Питере. Потому что они отклеиваются и летят обратно на куртку. Вот мне одна прилетела. Я думаю, ладно, ничего страшного. Отмою. А куртка-то парадная-выходная. Я в ней в универх хожу. Другой нет. Вот. Значит, потом вторая листовка, когда прилетела. Все, я отказался от этой идеи. Сказал, что нет. Будем как-нибудь что-нибудь думать. Но люди стали звонить. Листовки были на диагностику организма. И люди стали звонить. Рассказывать там про свои проблемы. Спрашивать, что вы можете предложить. Я им читал текст. Конечно, у меня же был текст. Мне его дали. Ну, потом начинались вопросы. А что назначают после? Кому помогло? Вопросы для тех людей, кто сам хотя бы эту диагностику проходил. Сам продуктом пользовался. И, конечно, на эти вопросы что? Ответь ничего не мог. Чего-то мямлил. Да, ну, мы там. Ну, что-то пытался придумывать. И что мне люди отвечали в этот момент? Я подумаю, перезвоню. Ну, как в той, да, шутке, что жена директора рынка ушла от него со словами. Я похожу, посмотрю. Если лучше не найду, то вернусь. Вот. Вот то же самое эти люди. Да. Похожу, посмотрю, подумаю. Там, если что, перезвоню. Я понял, спрос на продукт есть. Но все равно я до конца не решался брать и купить продукты на эти деньги. И этому решению что поспособствовало? Моя встреча с наставником в душе общежития. У нас я был... В общежитии я жил, я не знаю, как Вячеслав, но я жил на 7-й Красноармейской, дом 12, первое общежитие. И у нас там вот в третьем корпусе душ общий. Вниз спускаешься на первом этаже, и там все парни как бы молятся. И я захожу, спускаюсь, и наставник мой. Ну, и тоже. У нас деловой разговор состоялся. Ну, да, без галстуков, то есть вообще. Но деловой. Он говорит, ну что, надо бизнес начинать. Ты же понимаешь, хочешь. Я говорю, ну, в принципе, да. Он говорит, так а что тогда? Давай, начинай. Я говорю, ну, я боюсь. Я ему признался, говорю, я боюсь. Он говорит, а что ты боишься? Маркетинг-план, ты понял, как работают цифры? Я говорю, в принципе, понял. Продукт видел? Людей, которым помог, видел? Я говорю, видел. Ребята, система обучения, вот коллектив. Я говорю, да. Он говорит, тогда ты можешь бояться только одного, что ты сам ничего делать не будешь в этом бизнесе, поэтому деньги не заработаешь. Я не постеснялся, я ему признался. Я говорю, ну да, Лех, это так. И он сказал важные слова. Он говорит, смотри, если ты будешь лениться, я тебя буду заставлять. Если у тебя будет что-то не получаться, буду учить. Будешь что-то не знать, буду тебе помогать. Ты свой результат получишь. И как бы я, так вы знаете, вот этот принцип понял. Слушайте, в этом бизнесе реально есть наставник. Человек, который тебя просто, даже если ты не будешь ничего делать, лениться будешь, он тебя заставит, ты свой результат получишь. Есть человек, который заинтересован в своем развитии. И тогда я сказал, все, ладно, окей, начинаем. Взял денег, которые у меня были на жизнь. Остальные там, это где-то было 150 долларов на тот момент, где-то 6 тысяч рублей. И еще примерно такую же сумму подзанял по знакомым и сделал себе первую квалификацию. Благодаря этому решению, я это за две недели сделал, сразу стал проводить встречи. Первый человек, которого я прилег в этот бизнес, который начал его, подписал контракт, это был старостый из параллельной группы. ПТМ-611, вот, Сережа, ну, он приобрел себе продукта. Ну, и так в клиентской такой стратегии начал этот бизнес. Я дальше проводил встречи, естественно. В первый месяц я сделал оборот 1800 условных единиц. Благодаря тому, что я сам сделал быстро квалификацию. И вот запишите себе именно сроки, 1-7 дней. Почему это важно? Потому что, не знаю, там, Вячеслав или Никита, или еще ребята, кто впервые. Поймите, люди будут вас повторять. Повторять ваши действия. Это важный принцип сетевого маркетинга. Называется принцип дубликации. Говорят, вот, знаете, родителям всегда говорят, не надо воспитывать детей, воспитывай себя. И дети будут тебя повторять. Вот, люди не делают то, что мы им говорим. Ты хоть вот просто рассказывай, как круто делать сетевой маркетинг, как круто проводить встречи. Но если ты сам встречи не проводишь, то твои люди не будут их проводить. Особенно на вот этом начальном этапе. Понятно, что когда ты лидер, когда ты лев, или когда у тебя большой статус, понятно, что люди уже есть самомотивированные, уже лидеры, которые сами работают. Мы все приходим в этот бизнес, чтобы когда-нибудь уйти на пассивный доход. Правильно? Этот момент тоже наступает. Но не в начале, ребята. Вы не думайте, что вы подписали трех человек, трех или четверых человек, и вот пассивный доход упал тебе на голову. Им нужно помогать, их нужно развивать, их нужно выводить на доходы, на нужные. И люди будут делать то, что делаешь ты сам. Сам не потребляешь продукт, значит, что? Люди потреблять не будут. Если ты сам не проводишь встречи, люди встречи проводить что? Не будут. Не будет такого. Вот это очень важный момент. Вообще, поднимите сейчас руки те, кто хотел бы наставника себе, рабочего, вот человека, который реально постоянно в активе. Кто бы хотел такого? Человек, который работает. Кто хотел бы наставника, который может на все вопросы ответить? Кто бы хотел такого наставника себе? Правильно? Кто бы хотел, может, наставника, который ты видишь, что он всегда на всех событиях сидит, прямо вот, и можно на него положиться. Он здесь всегда. Кто бы хотел наставника, который продуктом пользуется? Видишь, что он ест продукт сам, а не то, что он тебе говорит, ешь, а сам не ест. Хотели бы такого наставника. А теперь вопрос. Как вы думаете, какого наставника хотят ваши люди? Естественно, такого же. И все, этот бизнес простой, начни с себя называется. Поэтому вот статус 4 звезды. Закрываешь быстро, твои люди тоже делают это быстро. Запишите еще важное условие. Личная закупка 20 единиц объема. Для получения вознаграждения необходимо личное подтверждение активности. 20 единиц объема в месяц. Но это если переводить в деньги, без учета вашей дистрибьюторской скидки 10%, на это 20 умножаем на 59 и получаем сумму 1180 рублей. То есть на 1180 рублей у тебя ежемесячно должен проходить оборот, чтобы ты получил вознаграждение. Почему вообще это условие сделано в компании? Потому что действительно бывают случаи, когда человек начинал бизнес, перестал вести бизнес, а его наставник работает с его людьми. Кто должен получать вознаграждение? Тот, кто работает, конечно, с его людьми. Либо физически человек умер. Ну такое бывает. Начинает бизнес, физически умер. То есть компания должна видеть, что ты жив-здоров и как бы ты здесь. Это формальное условие, это небольшой оборот. Следующий момент. 1200 накопленного объема. И пометьте себе обязательно, ребята, что это 1200 оборота группового. Группового. То есть оборот не на твоем личном номере здесь учитывается, а оборот уже всей структуры. И твой личный номер, и все люди, которых ты привел в эту компанию и появились, они под тобой заключили контракт и сделали какие-то закупки. 1200 накопилось все. Сроки 1-4 недели, 100-200 единиц объема вознаграждения при таких темпах. То есть если мы идем с вот такой скоростью, мы можем рассчитывать, что 100-200 единиц объема мы зарабатываем. То есть стоит в районе, скажем там, 10 тысяч рублей, да, там плюс-минус. Чистость сети имеется в виду. Смотрите, прямое вознаграждение растет, становится 14%. Еще. У вас появляется сетевое вознаграждение, 4%. И у вас здесь условия личной закупки сохраняются, у вас появляется первый ваш пассивный доход. Почему он пассивный? Потому что это доход с работы ваших людей. Зарисуйте себе схему, пожалуйста. Вот вы, вы, к примеру, пятерка, да? Вот у вас есть человек, он сделал статус 4 звезды. И вот этот человек со своей структурой, со своей командой сделал оборот 800 PV в этом месяце. Сколько вы получите с этого оборота денег? Ответ простой. Сетевое вознаграждение, формула, запишите себе. Прямое вознаграждение наставника минус прямое вознаграждение дистрибьютора. Это формула сетевого вознаграждения. Для того, чтобы узнать, сколько я заработаю с людей в своей организации. И очень просто. Сколько у вас прямое определяется чем? Статусом. Сколько у вас чего? Звездочек, да? У тебя 3, 4, 5, 6. В зависимости от того, сколько у тебя звезд, это увеличивает твое прямое вознаграждение. И вот, пожалуйста, разница. 14 минус 10, получаем 4%, соответственно, 800 PV с работы ваших людей. Это всем ясная идея. Достаточно простая. Кому непонятно вот это? Всем понятно? Все въехали? Окей. Замечательно. Ну вот, пожалуйста, да? То есть 800 на 4, 32%. Ну а он со своих получит 10% и 80 PV. Этот человек со своей работы 10, его наставник 4. Ну, конечно, наставник получает меньше. Почему? Потому что все-таки это не его личная работа. Со своей личной работой мы всегда получаем больше процентов. Следующий статус записывайте. Это статус 6 звезд. Статус, который мы получаем в том случае, когда наша структура сделала оборот 5000 условных единиц. Обычно этот статус делается в скоростях от 1 до 5 месяцев. Я закрывал этот статус. Вот шел с 4, с 5 до 6 звезд. Я шел за 3,5 месяца. Совмещаясь с университетом. И делая этот бизнес вот так. То есть еще имея какую-то другую деятельность. Ну, если человек на 100% в бизнесе, он может и быстрее закрыть этот статус. Заработки, соответственно, от 100 до 500 условных единиц в этих пределах. Да, то есть здесь мы уже рассчитываем на 10, 15, 20, 30 тысяч рублей. В зависимости от того, насколько вы активны. Кстати, у нас есть специальная лекция «Расширенный маркетинг план». Запишите себе ее. Она дается на статусе 5 звезд и выше в офисе по средам. Расширенный маркетинг план, где мы разбираем очень подробно вещи, которые позволяют вам, например, получить в подарок от компании не один автобонус, а пять автобонусов. Кто бы хотел, не один автобонус, а пять. Интереснее, правда, пять по 30. Пять раз по 30 тысяч получить, чем один раз 30 тысяч. Это важная такая штука. Да, автобонус есть такая штука в компании Тиньши. Вот это мы все рассматриваем. О том, как зарабатывать больше вознаграждения. О том, как свою семью подключать в бизнес. Насколько это выгодно вообще открывать семейные контракты. Это все рассказывается на статусе 5 звезд в офисе расширенный маркетинг план. Вот, значит, статус 6 звезд. Пожалуйста, вознаграждение 18% в сетевое запишите от 4 до 8. Личная закупка такая же, остается 20 условных единиц. И, соответственно, прекрасное будущее и хороший статус. Вообще, у нас есть между собой такие разговорчики, какие статусы мы называем. Вот 4 звезды – это просто старт в бизнесе. 5 звезд – это проверка на вшивость. То есть, почему это проверка на вшивость, объясняю. Потому что 4 звезды сделать легко. Взял себе, купил продукт, а все. В принципе, это не страшно. А вот, чтобы сделать 5 звезд, это уже надо поработать. Надо либо продвинуть продукт, либо кого-то подключить к этому бизнесу. Здесь как раз-таки есть такая проверка на вшивость. То есть, человек реально что-то делает, или он просто разговаривает, или он просто говорит. Потому что я много людей встречаю, которые говорят, «А, что там, сетевой бизнес, мне интересно, я вот что-то там еще». И у меня всегда вопрос. Вот что ты по факту человек в жизни имеешь сейчас, по факту? На каком автомобиле ты ездишь? Во что ты одеваешься? Сколько ты путешествуешь? Где ты питаешься? И так далее. Рассуждать про то, что хорошо, что плохо, можно, если ты сам в жизни имеешь уже, что-то создал. Да, это имеет смысл. Имеет твои слова какой-то вес. А когда ты ничего не сделал, не готов ничего делать, только рассказываешь, как все правильно или как все неправильно, это, знаете, как таких людей называют, мы с вами знаем. Вот. Не очень приличное слово, но таких вот, как бы, разговорщиков, их очень много. Поэтому проверка на вшивость. Шесть звезд – это статус уже такой более серьезный. То есть, это лекторство уже можно начинать. Здесь появляется обучение ораторское в нашей команде. Здесь появляются более лидерские тренинги интересные. Здесь уже появляется обучение, как работать со своей структурой. Потому что тут явно у тебя уже есть команда. А вот следующий статус интересный – семь звезд. Мы называем между собой тяжелой артиллерии. Есть у нас семь звезд сегодня в зале? Есть. Вот Артем поднимает руку. Вот посмотрите на Артема. Вот Артем Бакулив. Семь звезд здесь сидит. Условия какие? Очень простые. У тебя должно быть два человека в первой линии, которые сделали статус шесть звезд. Есть у нас, конечно, шесть звезд сегодня в зале? Поднимите руки. Вот. Но это урганы. Тоже у нас сегодня здесь присутствуют. Ну, понятно, лекция маркетинг-план – это базовая лекция. В основном здесь, естественно, люди, которые в меньшем статусе. А кто может быть в статусе пять звезд? Есть такие люди уже. Пятерки. Вот. Видите, вот пятерки есть. А кто у нас, может быть, сегодня в статусе четыре звезды есть? Четыре звезды. Вот, видите, четыре звезды тоже есть на этой лекции. Может, восемь звезд есть? Поднимите руку, Николай. Есть еще выше, может быть? Есть. Перед вами стоит. Вы условия записываете? Два дистрибьютора шесть звезд, двадцать пять накопленный объем. От полугода до года – это сроки, на которые надо ориентироваться для закрытия этого статуса. Доходы, на которые мы ориентируемся на этом статусе, вот такие. Пятьсот тысяч. Прямое – 23, сетевой от 5 до 13, личная закупка – 100. Немножко увеличивается. Ну, понятное дело, что на этом статусе у тебя уже клиентов такое количество, что как бы 100 пиви ты делаешь просто на том, что у тебя заказывают клиенты. Плюс, наверное, если ты пришел заниматься бизнесом связанным со здоровьем, ты, наверное, сам тоже будешь пользоваться продуктом, правильно? Заниматься здоровьем. Если уж ты декларируешь, что это классно, то уж занимайся, будь добр. Хорошо. И здесь появляется первый подарок. Первый подарок. Все мы с вами любим получать подарки. Вот в компании Тиньши за хорошую работу тоже есть подарки. И этот подарок называется турфонд. От 1000 до 2300 условных единиц можно получить. Как его получить? Очень просто. Есть условия мотивационных программ. Они публикуются ежегодно, либо раз в полгода можно получать турфонды. И когда мы эти условия выполняем, мы получаем это вознаграждение. Я, например, пять раз получал турфонд. Перед вами вот стоит человек, который уже пять раз получал турфонд. Вот я вчера вернулся из Индии, тоже ездил туда за счет компании Тиньши. И это, конечно, классно, потому что ты можешь посмотреть мир не за свои деньги еще, за деньги компании. Кто бы так хотел вообще путешествовать за чужой счет фактически. Почему я на этом акцентирую внимание? Смотрите, когда мы работаем, у нас в любом случае есть какое-то поощрение. Ну, может быть, в найме тоже есть поощрение. Ну, какие в найме бывают поощрения? Премия, да, например, бывает. Ну, как правило, она такая, 13-я зарплата, например. Либо что еще бывает? Бывают, людям часы именные дарят, правильно? Бывают, грамоты дарят какие-то, благодарственные письма и так далее. Но в компании Тиньши другие поощрения, они все финансовые. То есть тебе либо от 50 до 120 тысяч рублей ты можешь получить в виде турфонда. Либо можешь получить полтора миллиона рублей в виде автобонуса, либо можешь получить чуть побольше, 8 миллионов рублей в виде премии на недвижимость. И для этого тебе не надо работать 40 лет где-то на кого-то. И ты получишь в конце не именные часы и подъемные перед выходом на пенсию, а все-таки более существенные вещи и быстрее. Поехали дальше. Значит, дистрибьютор восьми звезд. Кто это такой? Это человек, у которого такой статус мы называем «прощай, бедность». «Прощай, бедность». Ну, между собой мы его так называем. Почему? Потому что на самом деле вот в России сейчас такой порог, когда человек зарабатывает больше 100 тысяч рублей, это фактически уже тот порог, когда ты можешь себе немножко позволить пожить. Ты себе можешь позволить уже какие-то путешествия, ты себе можешь позволить нормальные подарки своим родственникам, ты закрываешь все свои базовые потребности покушать, там, одеться и так далее. То есть вот это начинается от этой суммы. И это как раз-таки статус восемь звезд. Где-то от одного до трех лет работы в зависимости от вашей активности. И, соответственно, вот вознаграждение. Напишите себе. Рекомендую все это записать. Вознаграждение прямое от 28% в 31%, если у вас ежемесячный объем вашей сети составляет 5000 условных единиц. Если меньше 5000 ваши люди делают, то у вас 28% прямое. Есть такая у нас небольшая разница. Активные дистрибьюторы 8 звезд и неактивные. Ну, друзья, давайте так, как бы, задача ориентирования по объемам. На 5 звездах задача уметь, и мы в команде учим, это наша главная задача, вывести человека на статусе 5 звезд на объем 1000 условных единиц в месяц. На 5 звездах. То есть на 6, на 7 там речь идет о том, что у тебя обороты уже в десятках тысяч измеряются. Измеряются. На 8, 5000 это формальные условия, то есть, естественно, мы его выполняем. Сетевое, 5-18%. Зачем его сделали вообще? Потому что сейчас меняли маркетинг-план и появились некоторые восьмерки, которые, ну, неактивные. У них нет объемов, под ними просто были люди. В старом маркетинг-плане они не получали 8, но сейчас был такой принцип, что убрали там геометрию сети, оставили только объем. У них объем был, а людей не было. Один человек под ними сделал объем, они тоже восьмерки. Все это не очень хорошая история. Так, вознаграждение за руководство обведите себе, потому что это интересный вид вознаграждения. Личную закупку тоже, я думаю, вы записали. Что такое вознаграждение за руководство? Это вознаграждение с людей, равного вам статуса. Вот мы с вами до этого говорили, что такое сетевое вознаграждение. Что такое сетевое вознаграждение? Кто впервые? Вот девушка тоже впервые, да, по-моему? Да-да. Как зовут? Вика, мы с тобой вчера виделись еще, я в Вику выпускал вчера из бизнес-центра. Вика, что такое сетевое вознаграждение? Вот мы записывали. Это вознаграждение с людей, которые на своей команде ниже тебя по статусу. Да, ниже тебя по статусу, правильно. То есть, представь, Вика, ты восьмерка, например, у тебя 31%, и у тебя появился человек, он тоже восьмерка. Сколько ты получаешь с него сетевого? 31-31, как бы, это все понятно, да, ноль. Поэтому, смотрите, компания говорит, что ты вырастил лидера, ты вправе получать вознаграждение с него тоже, даже с равного тебе человека. И здесь мы можем получать до 3,5% при боковом обороте. Нарисуйте себе такую схему. То есть, вот ты восьмерка, вот у тебя есть человек, он тоже восьмерка, и есть остальные какие-то люди. Вот чтобы с него получить вознаграждение, тебе нужно, чтобы остальные сделали больше 800. Ну, опять же, условия формальные, ребята, потому что, если вы работаете, если у вас есть структуры, то есть, ну, 800, это что такое? Это там, я не знаю, даже потребители делают по 800 PV. Вот у меня есть в Москве, например, женщина, Надежда Иванова, да, она ежемесячно делает на 400-500 PV закупок, просто потребляя продукт. Я с ней созванивался последний раз летом. Вот, но я просто захожу в Димп и смотрю, что, о, она сделала, например, объем. Прикольно, да? То есть, в действительности, такие клиенты у нас появляются, и боковой оборот – это вопрос такой, как бы, если у тебя есть структура, то это вообще формальный вопрос, если ты хоть что-то делаешь. Вот. Это понятно, как работает, да? Там еще есть разные, короче, уровни. Вот здесь, например, 1% нарисован. Почему мы говорим про 3%, потому что мы получаем с разных глубин по-разному. Здесь 1, здесь еще 1, здесь еще 1, это 3, и вот здесь еще 0,5. В зависимости от того, в какой глубине расположена вот эта восьмерка. Вот. Ну, боковой оборот. Поехали дальше. Не будем это вдаваться, это на расширенном маркетинг-плане очень серьезно разбирается этот вид у нас награждения. Почему сейчас мы в него не вдаемся, потому что это все-таки восьмерка. Вы еще пока, ну, пониже статуса, вам важно немножко вещи пониже узнать. Почетные звания записываю. Вот это интересно, вот почему мы про это говорим, потому что туда нужно стремиться. Там самые интересные деньги начинаются на почетных званиях. Это вам говорит человек, который уже в почетном звании находится. Значит, первое почетное звание – это когда у вас появилось 2 восьмерки. Звания у нас, вот эти первые, да, они называются львы. Вот то, что мы обсуждали. Почему львы, кстати говоря? Потому что компания Тиньши переводится как «Небесный лев». В принципе, вы, наверное, если кто-то знаком с культурой Китая, китайцы – это ребята достаточно такие символичные. Ну, то есть они любят разные символы. Вот у них компания называется «Небесный лев», и, соответственно, там есть львы бронзовый, серебряный, там, золотой, то есть в зависимости от того, какие заслуги у человека. Но это только название. В действительности это определенные вещи, выполненные в маркетинг-плане. Чтобы стать бронзой, тебе нужно 2 восьмерки. То есть 2 ветки должны сделать по сколько оборота? Вика? 100 тысяч пиви. Правильно, по 100 тысяч пиви накопленного. Прямое, запишите, растет до 35%. Сетевое становится от 4 до 25. Вознаграждение за руководство тоже растет еще на 1%. И самое интересное, сейчас подождите, самое интересное, смотрите, что. Здесь появляется премия за почетное звание. Какая разница, как тебя называют, хоть бриллиантовая книга. Главное, чтобы деньги платили, да? То есть что такого вкусного есть в почетном звании? В почетном звании есть процент с мирового товарооборота. Мировой товарооборот, он зависит от тебя, зависит. Но он зависит еще от кого? От всех людей. То есть это фактически процент, который ты получаешь, в принципе, как бы с оборота компании Тиньши. А оборот там измеряется в миллиардах долларов сейчас. И вот берется 1%, ну допустим, там 5 миллиардов долларов, да? Вот последние данные, которые я находил по обороту, 5 миллиардов долларов. Берем 1% с 5 миллиардов, это сколько? Отвечает Александр Друзь. Вот видите, бизнесмен человек, ну предприниматель, который в первую очередь видит что? Ну цифры хотя бы, деньги он видит, да? Ты как бы как бизнес будешь начинать без бизнес-плана, ребята? Процент в состоянии посчитать? 1% с 5 миллиардов, это же не трудно. Два нолика убрали, сколько получилось? 50 миллионов, это просто, 50 миллионов. Вот берется 50 миллионов долларов и распределяется между всеми бронзовыми львами. И сколько вот их на планете Земля, кто выполнил эту квалификацию и распределяется? А? Ну активных, конечно, конечно активных. И ты получаешь свое какое-то вознаграждение. Мы его между собой называем пенсия. То есть ты можешь стать молодым, вот я молодой пенсионер, например. Я в 27 лет вышел на пенсию, получаю ее от компании Тиншин. То есть она бывает разная. Это может быть 200-300 долларов, но это в любом случае больше, чем пенсия. Ну как бы так сказать государственная. А она может быть там измеряться и в десятках тысяч условных единиц. В зависимости от того почетного звания, которое есть. Это может быть и 10. Вот у нас есть один человек в компании, который на свою премию за почетное звание почетное член управления, такая там вы увидите его дальше. Он приобрел автомобиль в автосалоне, хороший. Он приобрел Porsche Cayenne. И уехал читать семинары на несколько месяцев. У него был такой серьезный тур. Он как бы ездил работать с сетями. Возвращается через полтора месяца в Алматы. Ему звонят с салона, говорят, вы машину будете забирать? Он говорит, конечно буду. Ну просто такая стоянка удобная. Не надо нигде хранить, у вас стоит. Вот, все хорошо. То есть на самом деле вот такие, на почетных званиях такие деньги есть. Но в принципе это не самые даже рекордные деньги. Для тех, кто не знает, что такое индустрия MLM. В индустрии MLM максимальные доходы ежемесячные у людей по там миллиону 200 тысяч долларов. Ежемесячные, да. А те, кто зарабатывает 100 тысяч долларов, их очень много таких людей. Измеряются тысячами человек. Те, кто зарабатывает десятки тысяч, ну что такое 10 тысяч долларов на сегодняшний день? Это полмиллиона рублей, да, 600 тысяч практически. Вот, но кто понимает, что при таких доходах твоя жизнь меняется, и образ жизни немножко изменяется. Понимаете, ну представьте, 600 тысяч. Ну немножко меняется. Немножко, не сильно, но меняется. Конечно, базовые ценности остаются. Есть такие люди, кто считают, что деньги портят людей. Есть такое? Кто считает, что счастье не в деньгах? Значит, ваше счастье не в деньгах. Если вы считаете, что счастье не в деньгах, это правда. Оно у вас не в деньгах. Поэтому денег нет пока. Если смените немножко свое мышление, то деньги пойдут. Что ты, Вячеслав, машешь? Ты считаешь, ты хочешь со мной об этом поспорить, да? Или ты не согласен, сэр? Спасибо. Разрешил. Да нет, это так. То есть, ну, вот когда общаешься с людьми, которые зарабатывают деньги, они говорят, что понятно, что деньги – это не самое важное в жизни. Но это влияет на все, что действительно важно. А важных у нас вещей есть много. Есть твоя семья, правильно? Которой ты можешь помочь или не можешь помочь. В зависимости от твоей ситуации финансовой. И не дай бог, когда появляются ситуации какие-то там, заболевания какой-нибудь, люди, знаете, квартиры продают, чтобы кого-то там вылечить. Ну, есть трагичная особенность ситуации. Но я не беру трагичные. Я, например, вот в прошлом месяце свою маму отправил на лечение в лучший санаторий у нас вот минеральные воды. Знаете, да, у нее там было желание поработать со своим организмом. На две недели она у меня поехала, жила, отдыхала и все хорошее. Принимала. Вот. Я иду к компании Тинши, я ей делаю какие-то подарки. Влияет, правда, на это? Свадьбу, например, мы с женой делали. Не так, как делает большинство людей в Российской Федерации. Занимая где-то деньги, и потом в первую брачную ночь, вместо того, чтобы делом заниматься, они их считают, отбили свадьбу или не отбили. Понимаете, да там не считать надо. У тебя жена тут лежит красивая. Тут надо другими вещами заниматься. У нас была хорошая свадьба, где наши мамы там и папа Янин, да, они приехали как гости, они ничего не делали, ничего не организовывали, никакие деньги не тратили свои. Мы сняли гостиницу хорошую для всех гостей, чтобы не было картинки, когда по 20 человек в квартире спят. Кто участвовал в таких свадьбах? 20 человек в одной квартире. Отчего это происходит? Романтика, да, счастье не в деньгах. Слушайте, ну уже 21 век, на дворе уже как бы вот это все надо пройти. Вы же родились для чего? Ну я для себя так считаю, что я родился не для того, чтобы вот какие-то вот эти проблемы личной гигиены решать очень долго. Нужно зарабатывать столько денег, чтобы не чувствовать себя униженным. Вот это самое лучшее чувство, самое такое лучшее определение, сколько тебе надо денег. Вот если ты чувствуешь где-то, что ты ущемлен, то надо стремиться, надо зарабатывать больше. Если чувствуешь, что ты не можешь купить себе вещь, которую ты хочешь, значит об этом нужно подумать. Если ты чувствуешь, что ты сегодня маме на день рождения подарил не то, чтобы реально ей надо было подарить, а то, на что хватает. Следующее почетное звание – Серебряный Лев. Серебряный Лев. Я просто почему про это, про все говорю? Потому что я был человеком, который ел сосиски в общежитии, с гречкой, абсолютно обычный, но при этом с хорошими там какими-то знаниями. Я с красным дипломом закончил свой вуз, хорошо учился в школе, не был последним человеком в своем универе, участвовал в КВНе, всяких там судсоветах и во всей этой истории. Но это мне не давало понимания, как я вообще могу в жизни состояться. Какой-то свой традиционный бизнес открывать, извините, у меня не было ни денег, ни связей, ничего такого. И сетевой бизнес на сегодняшний день это то, что меня сделало тем, кем я являюсь. Это позволяет мне ездить на хорошей машине, обеспечивать мою семью, много путешествовать и действительно себя чувствовать нормально. И дает еще перспективы развития. Это то, что вы можете получить. Я ничем от вас не отличаюсь, такой же человек. Вот это, это просто название Серебряный Лев. В реальности это работа сделана. Здесь мы получаем еще 0,75% с мирового товарооборота. Самое интересное, что получая премию Серебряного Лева, ты продолжаешь получать премию Бронзового Лева. То есть вот ту первую, да? Следующее, запишите себе, это золото. Золото это 4 восьмерки. Процент наш тоже, обратите внимание, растет. 39, от 2 до 29 сетевое, 5,5 лидерское. Здесь мы получаем еще 0,5% с мирового товарооборота. И здесь мы получаем еще автомобиль. 30 тысяч условных единиц. Разовая выплата автобонуса. Это вот те 2%, которые идут на подарки. 30 тысяч это 1,5 миллиона рублей. Ну, конечно, на 1,5 миллиона рублей вы, может быть, не купите сейчас автомобиль своей мечты. Но к тому моменту у вас уже есть деньги. Вы просто добавляете и покупаете автомобиль получше, который хотите. В принципе, сейчас... Ну, кто какой автомобиль хочет? Никит, есть желание? Нет. Никакого автомобиля не хочешь? Да, Саш. Ford Mustang. Ford Mustang. Сколько стоит Mustang сейчас? Дороговато. Для 5,5 миллиона рублей. Когда ты произносишь это слово дороговато, значит, ты сам себе это говоришь. Для кого-то это недороговато, понимаешь? Ну, что за разговор? Дороговато, недороговато. Для тебя дороговато. Для Владимира Владимировича Познера это, конечно, нормально. Можно себе позволить. Вот. Да. Яхта это сущие копейки, там, и все остальное. Просто деньги надо зарабатывать. Ну, сколько? 100 тысяч долларов, 150. 10 миллионов где-то мустанг стоит. Ну, можно себе позволить, ну, на почетном члене управления точно можно уже позволить, чтобы, ну, не все свои деньги отнести за мустанг, понимаете? Уже люди отнес все деньги на мустанг, и потом на него, как бы, много внимания обращают, он просто, а, мустанг, это все, вся моя жизнь. Вот. Ну, чтобы это было, как бы, комфортно, как коллекционер, как рок-звезды делают свой парк автомобилей. Следующий статус. Золотой лев со звездами. Ну, смотрите, есть золотой лев, в зависимости от того, сколько у тебя восьмерок в ширине, столько ты звездочек дополнительно получаешь. Проценты здесь остаются те же самые, ну, точнее, прямое увеличивается, да, за почетное звание мы получаем 0,2% с мирового товарооборота за каждую звездочку. Но, от чего зависит, сколько у тебя звездочек, от того, сколько восьмерок у тебя в ширине. Четыре это просто золотой лев. Пять это золотой с одной звездой. Шесть с двумя. Семь с тремя. Восемь, значит, четырьмя звездами. Понятная идея? И мы можем получить пятую звездочку на золоте за две восьмерки. То есть, так, еще раз, назад, так, назад, вот, за девятую и десятую восьмерку. То есть, не за девять, а за десять восьмерок. Понятно? Окей. Ну и конечно, вот эти 0,2% с мирового товарооборота за пятую звездочку, это очень интересные деньги. Почему? Как вы думаете? Всем дают по 0,2. Но почему это вознаграждение больше, чем, например, за четыре звезды? Да. Потому что таких людей меньше. То есть, как работает математика, да? Если мы яблоко разделили на три человека, каждому досталось третий яблоко. А если на десять, то десятая часть яблока, а десятая часть явно меньше, чем третья часть яблока. Вот то же самое и здесь. Поехали дальше. Почетный член правления. Предпоследний статус компании Тинши. Здесь у нас четыре золотых льва, и в подарок мы можем получить первую часть на недвижимость, да, 170 тысяч условных единиц. Это порядка восьми миллионов рублей, если переводить, да? В принципе, деньги, на которые можно купить, ну, что можно купить на восемь миллионов рублей? На восемь-девять миллионов. Квартиру какую? Трешку, ну, как, наверное. Можно нормальную, класса престижа даже можно взять. Вот. На восемь миллионов можно, да. Ну, например, вот, смотря где, конечно. Ну, вот на Приморском проспекте, рядом с салоном Мерседес, двухкомнатные квартиры, стоили вот порядка семи миллионов рублей. Двухкомнатные. Ну, класс престиж с отдельной. Вот. Ну, если это будет где-нибудь подальше, то можно и трешку даже купить. Ну, и на каком этапе строительства мы будем брать. Ну, понятное дело, еще раз повторяю, на этом статусе у вас уже заработаны деньги. Вы это просто добавляете и покупаете. Я вот, когда был в Индии, общался с человеком в нашей компании, который вот получил как раз эту премию. Какая у него ситуация сейчас? У него несколько есть объектов недвижимости жилых в разных городах. У него есть в Сочи свой отель. У него есть еще центр, вот этот, ну, типа, центр документов, знаете, которые делают. Они же частные сейчас, типа, как у нас единый центр документов. У него есть такой многофункциональный центр в Сочи, тоже сделанный. То есть, Порше Каен, то, на чем он ездит. Ну, и ребенок родился вот недавно. То есть, и второй же. То есть, нормально, в принципе, парень состоялся, ему чуть больше сорока. Вот, такие лидеры у нас в компании. Ну, есть у нас вышестоящий наставник, это китаянка Сунулу, да, госпожа Сунулу. Ну, какая у нее сейчас ситуация? Из последнего, да, о чем мы с ней говорили, она вот себе подобрала участок в Сан-Франциско, чтобы построить свой домик. то есть, такие люди в Тиньши вполне есть, с ними тоже можно общаться, закрывайте статусы и где-нибудь на хороших конференциях будете общаться с такими людьми. Но с ними поговорить интересно, это развивает горизонты, ты сразу понимаешь, куда тебе двигаться дальше. И это, конечно, очень радует, что такие люди есть, есть к кому стремиться. Вообще, ребята, наставник, это просто, это гениальное изобретение этого бизнеса. Вот мой наставник от Золотой Лев, с одной звездой, Алексей Плотников, прошу ему поаплодировать, в его лице всем наставникам своим тоже. Спасибо. Это человек, у которого я учусь сейчас. Но когда я приходил в компанию, он был 6 звезд. Ну, то есть, мы росли вместе, фактически, это человек, которому можно учиться. ЗПЧП, последний статус компании, заслуженный, почетный член правления компании Тиньши. Здесь правление, и ты вот являешься его почетным членом. Есть заслуженный почетный член правления, это когда у тебя 4 ПЧП, еще 0,25% с мирового оборота, 41,5% прямое, сетевое от 0,5% до 31,5% и вознаграждение за руководство 7% максимально. Вот здесь, вот статус ЗПЧП, это когда ты все 55,5% маркетинг плана собираешь себе в карманчик. Окей? То есть, это вот то, к чему имеет смысл стремиться. Такие люди уже в компании есть, даже на рынке СНГ один такой человек пока есть. А кто хочет стать ЗПЧП? Есть такие люди. Кто хочет стать ЗПЧП и зарабатывать деньги? Вот это разные вещи, да? То есть, нужно еще деньги зарабатывать. Что вам нужно для этого делать? Вот все то, что я вам рассказал, и такие результаты, как у меня, и такие результаты, как у других людей, они, конечно, возможны. То есть, я отличаюсь от вас тем, что я просто чуть раньше начал делать этот бизнес. Вы сейчас будете делать, пройдет время, и будет то же самое. Если вы ежедневно будете делать действия. Что нас отличает? То, что я когда-то подписал контракт, и когда-то сделал первую стартовую квалификацию, 4 звезды. Вот это то, с чего вам нужно начинать. Вот это все будет, если сделаны первые шаги. Как только у тебя в голове есть связь этих двух вещей, ты начинаешь делать, все приходит в гармонию в этом мире, в этой жизни. Люди подписываются, люди идут за тобой, принимают решения, и ты меняешь свою жизнь, жизнь потом своих окружающих, близких и так далее. Если ты решение не принимаешь, ты остаешься на той жизненной ситуации, которая есть у тебя сейчас. Живешь в том месте, где ты живешь, кушаешь так, как ты кушаешь, одеваешься так, как ты одеваешься, живешь так, как ты живешь. Ничего в твоей жизни не меняется. Но если тебя это на сегодняшний день не устраивает, нужно делать действия, которые меняют эту ситуацию. Заключение контракта и статус 4 звезды это те действия, которые эту ситуацию реально изменят. Я вам говорю из собственного опыта. У меня это изменило. Делаете вы этот выбор или не делаете, это ваше решение. Но я вам рекомендую делать правильное решение, действовать, достигать максимума и все получится. Спасибо. Спасибо.